Приветствую всех друзей, вы на канале ShadowLilPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем с вами Ведьмака Третьего, дополнение Кровь и Вино, и начинаем, можно сказать, исследовать Тусэнд. В прошлой серии мы только сюда прибыли, и побывали только в местной таверне, и узнали, что здесь, на берегах этой реки, бродит какая-то бестия, что убивает людей, и нам надо будет в этом разбираться. Но сначала мы посмотрим, что за доска объявлений здесь рядом находится, какие задания на ней висят, да и вообще всю информацию мы сейчас с вами изучим. Так, травки от постыдных болезней. В последнее время, как это бывает в пору рыцарских турниров, возросла заболеваемость недугами, которые мучают человека ниже пояса. У меня можно разжиться мазью, которая облегчает зуд. Вот, корчмарь, понятно. Разыскивается Белый Волк. О, мы что ли? Ведьмак Герой Тазареви, прозванный Ведьмаком, ну вернее, Ведьмаком Белым Волком, разыскивается для работы... А, я думал, я уже что-то украл. Заказчик обещает высокую ставку за необычный заказ. Подробности во временном походном лагере графа Беледаля. Внимание, обидительная просьба прочим лицам не являться в указанное место и перестать выдавать себя за Герой Тазареви. А у меня что, есть паспорт? Я тоже могу себе выдавать, если что. Граб Беледаль не вчера родился и хорошо знает, кто тут ведьма, как-то шельма ничтожная. Темная личность, что является в лагере в разных одеждах и с деревянными мечами просит наконец успокоиться. Да. Еще и с деревянным мечом ходит. Так, хорошо. Это можно взять заказ, да, сразу? Наверное, да. Объявление княжской камерлинью. Странствующие рыцари и прочие силачи. Княжство призывает вас на помощь. Вас ждет щедрая награда. Подробную информацию можно получить в представительстве камерлинью на площади спящих рыцарей. Я надеюсь, это добавляется к мне в квест. Так, объявление генеральского казначейства княжства Туссент. Генеральное казначейство объявляет устные торги по продаже недвижимости, включая постройки, сельскохозяйственные угодья и винодельни, расположенные в районе леса Караберты, не оставленные в наследство казне княжства графом Креспи, который уснул вечным сном, не оставив наследников. Принимая во внимание исключительные свойства поместья Беллигард и его значительные возможности в области производства вин, прославляющих княжества в самых отдаленных уголках мира, торгам допускается исключительно граждане княжства Туссент. Стасующим рыцарям и прочим подобным, объявляется всем и каждому о том, что необходима будет помощь добровольных сил охраны порядка. При передаче означенной недвижимости новым владельцам могут возникнуть незначительные трудности, избавление от которых возможно исключительно с помощью средств непосредственного принуждения. Так, сезон охоты открыт. Решением главного ловчо Товарищество охотников поручается организовать отстрел лесного зверя. На основании соответствующего декрета охотники получают щедрое вознаграждение за уши отстрелянных волков и медведей, которые расплодились по всей территории поймы Санс-Ретура. Главный ловчий адаманец барон Трастамар. Давно я уши не собирал животных. С первого ведьмака, по-моему. Внимание, ведьмака или ведьмаков. Боклевская гильдия Бондарей ищет человека или людей для сопровождения каравана торговцев под землям Белого Ужаса. Более подробную информацию можно получить у Гастона Легафа в лагере или Гастона в торговце в лесу к северу от виноградника Короната. Магрен Пулин, младший секретарь по делам предупреждения опасностей и рисков Боклевской гильдии Бондарей. Так, чиновник... Так, Геральд, 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 Геральд... Разыскивается Белый Волк. Так, это мы уже читали. Винный воин и Бельгард. Пройти к месту проведения. Боклевская сафари. Поговорить с графом Белидалем. Тоже. Рыцарь-наемник отправится к княжскому Камерленю. Здесь еще столкнул меня. Равновесие в природе. О, встретиться с купцами в лагере. Квест, который нам пока что недоступен. Это на Волков. Ну как, доступен, но он красный. Новое место появилось со знаком вопроса. Еще рядом одно. И еще несколько вокруг. Пошли знаки вопроса. Так, это здесь. Ну мы туда не пойдем пока на север, да? Давайте, наверное, пока останемся здесь на юге. Там, наверное, уровень гораздо повыше будет. Пролистал задание. Они красные светятся, как будто не моего уровня. Это вообще 40... 46-го, я 38-го. Прикиньте. Так, колода Винный Войн. Это где? Находится. Это находится тоже на севере. У следующей доски объявлений. Ладно, давайте тогда пока попозже пойдем. Винный Войн и большой турнир. Это где находится. А, это же этот город общий. Самый большой. Понял, все здесь находится. Там у нас три квеста уже. Ну и рыцарь-наемник. Кто сэнд, карта. Это находится тоже там же. Все, все дороги ведут туда. Ну давайте отправляться. По дороге посмотрим, что тут за знаки вопроса и какое зверье здесь водится. Я ж надеюсь, завезли новых монстров. В волосах жужжит оса, а возле уха летает мука. Поэт растет. Поэт, да. Так, выезжаем сюда. Какой-то городок. Лодки, если что, имеются. Пристани. Да, здесь есть где побегать. Какие-то развалины, руины. Тут кузнец. Тут вообще... Хо-хо-хо-хо. Я в шоке от таких размеров дополнения. Причем в положительном смысле. Ничего себе. Размахнулись. Так, тут что-то или кто-то есть. Да, абсолютно что-то новое. А, это были в первом Ведьмаке. Их опять вернули, эти травы. Которые из земли выползали. И атаковали ни в чем не повинных Ведьмаков. Прикольно. Вернули им монстра. Ой-ой-ой. Я помню, с огнем оно. Это не надо было делать. Неплохо. А какого оно уровня? Тридцать седьмого. Чего не могу его попасть? Попал. Будет больно. Так, нам огой нужен. Нам огой нужен. Восстанавливайся. Тихо, спокойно. Игни. Пиздец. Что это за перестрелка? Конечно, и семена свои разбрасывает. Все, конец. Нет еще жив. Пиздец. Вот это вынесли. Так я огонь поставил, огонь не сработал. Вот это жесть. Знак вопроса, да? Короче, мне... Мне очень срочно... Да, огонь не любит вообще. Мне очень срочно нужен этот... Новая одежда. Это жесть просто. Огонь будет сегодня, нет? Отлично. Одного убил. В спину расстрелял следующий. Хорош. Вот это... Вот это уровень, я понимаю. С одного удара 70%. Ну, а с двух. А еще если несколько, это круто. Да, одежда не годится. Одежду срочно надо хотя бы на змеиный доспех перековать. Он у меня будет с 38 уровня. Надо кузнеца, во-первых, найти. Или ехать потом на Веград. Интересно, я могу отсюда выехать без проблем? Ё-моё, я что, не сохранился, или что? Я кажется, неплохо заработал. В твою дивизию. Вот это кайф вообще. Как я мог не сохраниться? Я же всегда сохраняюсь-то. Всё в порядке. Песец. Чтоб я не сохранился, это, 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 это... Как такое могло быть? Можно мне лошадь вернуть, нет? Ничего себе. Да, поехали, наверное, по квесту. А то мы сейчас на 46 уровень с вами попадём. Это 38, это мой уровень. Так. Вот теперь я сохранился. Думаю, нас убьют здесь и не раз. И не два. Огонь вообще не терпят они. Ни та, ни другая. Жесть какая-то, нафиг. Просто жесть. Вот это первый знак вопроса. Прокачал, сделал броню. Взял огненный знак. Знак не срабатывает. Он что, не дошёл у меня до конца линии или что? Ну да, я побежал, наверное. Нажимаю кнопку ударить огнём, нифига не получается. Выносят с одного удара, фактически. Хм. Нет, я убью их. И они не с тем ведьмаком связались. Не с тем. Игни. Чё ты не сработал? Безучий чудовище. Три! Сука. Опять не срабатывает знак. Да какого ж хрена. Выносливость уходит. Ты кулаками будешь драться, ведьмак? Я чуть тебя не понимаю. У тебя что, шок или что? Чё ты меч не достаёшь? Стальное оружие достал. Молодец. Не попал. Ничего себе. Вот это прессинг. А куда он делся? А, он перекопался. Я же говорю, вы... Вы не на того ведьмака напали. Ещё и в кустах. Ещё и в темноте. На. Сзади. Слушайте, это... Это мега-босс. Это ещё... Это ещё, матьё, гнездо-чудовище. Они ж появляются здесь будут. Где эта срач? Где эта срань, блин? Иди сюда. Грена себе. Есть. Одну в архиспора. Убили. Так ещё и архи. Это не... Не... Не просто. Где этот... Блин, добивать же ж надо. Сейчас же ж уйдёт. Иди сюда. На семя попал. Молодец. Деревья мешают. У-у-у. У-у-у. Всё, зарезал. Быстро взрывай. Такой-то бабушке. Надо уничтожить всё это место. И начальки споры снова прорастут. Эм, да. Самый сильный противник, которого я встречал до этого дня. В ведьмаке. До этого это были пауки. Из прошлого дополнения. Это... Это, по-моему, самый сильный. Одна ошибка и всё. Ну что, поздравляю. С первой победой. У меня пауки тоже удивили. В своё время. Ну, когда мы начали с вами каменные сердца. Тогда тоже было... Не по себе от пауков. Ну, это... Я попил... По первому ведьмаку помню, что... Мужик, а ты что здесь делаешь? О, письмо отцу. По первому ведьмаку помню, что архиспоры — это самые крутые создания. И когда их было тоже несколько, это был конец. Любимый отец, свершилось. Я посвящён. Твои старания не пошли прахами. Я исполнил нашу общую мечту. Твой единственный сын стал рыцарем. Благодаря тебе за годы лишений и тяжкого труда, я знаю, что ты отказывался во всём только за тем, чтобы мне хватило купить коня и рыцарское снаряжение. Знаю, что ты трудился сверх меры, чтобы мне прожить в Боклере. Поэтому первое своё задание посвящаю тебе, отец. Мне нужно истребить каких-то диких паразитов, которые завелись у главного тракта. Да, это не поход на драконов, но я всё равно в предвкушении. Мишель Суберкассу. Ну что, первый поход стал последним. Ну, наш тоже стал первый поход последним. Нас тоже отлупили. Так это заказ был? Может, было не стоило их убивать? Может, награда была бы? Ладно. Не важно. Так, куда мы едем? Мы едем с вами встретиться с организатором турнира. Большой гвинт. Всё, больше нас тут ничего не ждёт. Поехали. Ничего не ждёт, ничего не зовёт. Почему ж ты полез-то в эти заросли? Тем более в первый поход свой. А вот эти, что ходят, тут не могу понять. Где? Лошадь. Бенодельня. Звуки боя где? Впереди. А чё, все спокойно ездят, кроме меня? Нет, лошадь-то сзади прибежала. Теперь помедленней. Чё, не понял? Какие-то звуки боя. Откуда звуки боя? Лошадь прибежала отсюда. Ну, давайте назад съездим. Эти мы вообще пофигу, которые здесь бродят по дорогам. Отсюда шло, что прибежал. А, вот. Убийца ещё где-то здесь. Мужик помер. Нашёл её. Может, не стоит? Искусственные зубы какие-то взял. Бестия. Отыскать тело жертвы бестий в подвале Куарва Бьянка. Используйте ведьмачьей щитё. Определите, что за чудо ещё убило стражников. Опять Архиспора. Или Архиспора. Это был детский сад, да? Вампир. Сломанные рёбра, кровь из ушей. Да нет, это побольше. Убивал вампир, но не Этима и не Флэг. Это должна быть Брукса. Мощная, с сильными лапами и зубами. Так. По дополнению прочитать в Бестиаре сведения о Бруксе, чтобы подготовиться к бою. Мне ещё Брукса не хватало в данный момент. Так, ну ладно, посмотрим. Это не здесь. Так, Бестиаре, Бестиаре. Кстати, вернули врагов с первого ведьмака в этом дополнении. Брукса, Архиспора. Их же практически не было слышно на протяжении всей третьей части. Так, Бестиарей, Вепри, Медведи. Бестия из Боклер. Да, вот же она. Ладно, Брукса. Ой. Так, если всё же тебе придётся путешествовать по лесу, стерегайся мест где-то в множестве слышные трели птиц. Означают они, что ты вступаешь на землю Брукса и вскоре простишься с жизнью. Анонимный совет. К счастью для всех, Бруксы – крайне редкие создания. Но нам повезло, да? Многие из них живут далеки от людных мест. Ибо эти чудовища очень заботятся о собственной безопасности и выбирают для логова места, где их трудно отзастать врасплох. Те из них, что решили жить среди людей, избегают людных мест и чаще выбираются из укрытия ночи. От запоздалых прохожих их отличают некоторые детали. Дружество с птицами, пронзительный голос, примечательная скорость передвижения. Бруксы отличаются нечеловеческой силой и быстротой, но наибольшее преимущество они получают за счет умения становиться невидимыми. Что-то я такое уже где-то читал. По-моему, читали про нее или нет? Или тут... А, про туманников тоже что-то подобное было. Бруксы молниеносно перемещаются с места на место, а поскольку они могут становиться невидимыми, то с легкостью вводят противников в заблуждение. Нападая неожиданно или со спины, поэтому в бою с этими вампирами весьма полезна бомба лунная пыль. Вот она. Которая, хотя и не лишает вампира способности быть невидимым, но сильно ее ослабляет. Масло против вампиров тоже будет весьма полезным. Бруксы атакуют острыми когтями, легко прорывают оборону противника, осыпая его градом ударов с разных сторон. Ослабевшую жертву они пытаются укусить, чтобы высосать из нее кровь. Поэтому каждый ведьмак, ожидающий встречи с этим чудовищем, заранее принимает эликсир «Черная кровь». Бруксы также известна звуковой атакой, которая прокидывает и оглушает ее жертву. Масло против вампиров и «Черная кровь» эликсир, а также «Ирдензнаки», чтобы невидимость, наверное, да, его вывести. Из невидимости. Ладно. «Черная кровь» и «Лунная пыль». Куда тут без них?» Дело серьезное, ребята. Дело весьма серьезное. Сейчас мы откроем свой чемодан с пойлом. Ну, не этот, этот у меня для веселья. А вот это для дела. Так. Нам нужен... Ну, ладно. Против вампира мы найдем. «Черная кровь». Как он выглядел? Как черная кровь. Вот он. «Отличная черная кровь». У вампиров и трупоедов рядом с «Ведьмаком» начинается кровотечение. Кроме того, когда эти существа «Ведьмака» ранят, «Ведьмачья кровь» наносит им раны и отбрасывает пух. Круто. Так. Мы поменяем на что? Нам не пригодится в этом бою. Да нам все пригодится. Ну, давай поменяем на кровь. Это лечение. Молочко коровья. Так. И лунная пыль нам нужна. Отличный северный ветер. Отличная лунная пыль. Можно поменять на... Тающую звезду или картечь. Да, на картечь поменяем. Есть. Когда нам... Масло против вампиров наносить? Давайте сначала найдем, потом нанесем. Может тут час еще искать. Так. Я тут слежу за вами. Классный этот винодельник. В итальянском стиле. В подвале. О, нет. Речной ил. На этой полоске привезли тело. А, так мы уже дело начали распутывать, слышите? Так это наш не ключевой квест, случайно? А, ну подождите. Че-то я не туда захожу. Да, мы уже начали ключевой квест. Просто случайно все попали. А я ехал в другой город, вообще-то. В карты поиграть. Рана от когтей, пять пальцев. Рука, похоже, небольшая. Угу. Убийца с легкостью перевернул телегу. Угу. Извините, я вас раздену. Так, что у нас тут дома есть? Чем можно поживиться перед смертью? Хоть мыше хвостом на рву. Так, больше огня надо. А который час? О, 17.27, надо идти, не хочу с ним ночью драться. Ладно, пошли отсюда, потом обыщем все. Всегда живем. Платва, ты тут пока это того. Отдохни. Это еще части тела, да? Плащ женщины, которую я видел на постоянном... А, так она Брукса, получается, да? А вот мужик валяется. Хренажся. Смотрите, голову свернуло к такой-то бабульке. О-о-о-о-о. Платва, беги отсюда. Беги, спасайся. Тебе еще детей рожать. Там мы уже конченые люди. Ну, пошли. Следы маленьких босых ног ведут в подвал. Свернул шею, когда падал с лестницы. А не кровь откуда? Так. Свернул шею, когда падал с лестницы. Дайте свет. Побольше света. Светы побольше. Это мы где? Монетка. А, нет. Ой, клетку перевернуло. Его швырнули от стену с огромной силой. Ай, что-то скрипит тут. Она вышла только что. Бедьмяк, мы же пошли лучше вина попьем. Нужны недюжинные силы, чтобы ее выломать. В карты поиграем. Им воспользовались, чтобы выломать решетку. Мужчиной? Бывает. Ну что, вперед. Винный погреб. Я не нанес масла против вампиров. Ой. Ой. Я знаю, кто ты. Но не знаю, зачем ты убила этих людей. Дело ведь не в жажде крови. Руку съела. Это рука монстра какого-то. Воу. Приходи наште. Блин, чай все время не ту кнопку жму. Уже поздно. Пока ты тут нажмешь. Говорил, масло надо заливать. Машину. Так, масло против призраков. Правильно, если дашь мастерский из школы медведя. Чего я меч поменял? А, собственно, я этот поменял. Этот у меня такой и был. Все в порядке. Ну что, успеем? Успеем. Так, приятель. Нам нужен Ирден. Давай, я ее вижу. Молочка, охлебнул кореву ее. Фух, как ты успел это сделать? Че там охренело, что ли, совсем? Нифига ж се. Совсем опупели там. Дайте мне бомбу, блин. Где эта странная пыль? А где она реально? Вот он. Ты че на сегодня невидимый, а? Иди сюда. Пыль давай свою. Хорош. Ну хоть раз попал. У меня всего две бомбы. Че будем делать? Не заходи сюда. Попалась. Че отбивает, блин? А чем я бить? Тварь. В этот раз попал. Скотина. Свят круг. Защити. Хе-хе-хе. Иди сюда. Это вообще пипец. Дай мне это. Отлично. Хорошо прорезал. Отлично. Сейчас она за все ответит. За всех, за всех вампиров мне ответит. Это же. Спокойно. Я уже, я уже привык к тебе. Я уже привык к тебе. На молочке. Это я тут напью сейчас. Иди сюда. Ничего себе серия. Это че было? Ну хоть тыкнул чуть-чуть. Фух. У меня есть еще луна. Это. Последняя была луна. А нет, еще одна есть. Откуда она берется, интересно? Да, ничего тебе не выйдет. Крикунья. Так, ну держи квэн. Где она? Нормально. Нормально. Есть у меня? Нет у меня больше отличное пыли. Так, ну давай, Ирден. Блин, блокируется, тварь. Коман. Давай другую бомбу. Это не бомба. Гори. Это тоже ничего. Гори, что она плохая. Горит-то горит. Ааа, вагон загнал. Это плохо. Это плохо. Так, она надзверела. Спокойно. Спокойно, говорю. Подожди, дайте мне Ирден. Надо замедлять. Собака, замедляй. Фух. Иди сюда. Ничего себе. Держи седьмак. Что это? Надо было выпить черной крови. Так я ж выпил. А, она закончилась. Все же черная кровь моя. Она убила всех этих людей. Фух. Что Брукса делала устава. Ничего себе. Надо было выпить черной крови. Закончилось действие просто уже. Сейчас мужика смотрю. С ремонтом набора. Так, вампир, слюна, кровь, язык. Большой синий мутаген. Где-то там у нас это было. Так, где-то у нас там это было. Это было у меня персонажа. Большой синий мутаген. Это большой красный мутаген. Плюс 40. А, плюс 10. Плюс 10. Плюс 10. А, тут плюс 10. Плюс 7. Мутаген из Василиска плюс 5. Плюс 5, плюс 5. Плюс 7. Давай сюда. Вы мне писали, да, что я могу делать большие мутагены. Ну, они сами выпадут, я думаю. Уже 2 выпало за последние 40 минут игры. Так, хорошо, есть. А как я ее изучу? А. А, вот это тело. Сейчас минуту, мне свет нужно ничего не вижу. Я слеп. Она мне глаза вырвала в последней битве. Схватки. Вот это ее тело, да? Да это мужик какой-то. А, тело жертвы. Все нормально. А, ну и вонь. Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Он долго лежал в воде. Голова распухла. На ней видно несколько укусов. Ммм, у него в глотке что-то есть. Кошелы, набитые монетами. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Заработали немножко монет. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убило не Брукса. О-оу. Есть еще кто-то есть. Третья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве, но стражники, должно быть, этого не заметили. Просто собрали все, что нашли. Но она большая какая-то. Как такое может быть, что она все еще теплая? Из нее течет кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. Позже изучу ткани повнимательнее. Может, что-нибудь узнаю. Так мы уже это делали, да? Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Пальмерина доставить меня к княгине. Ничего себе, закруточка. Так, найти Пальмерина и попросить ее отвезти вас к княгине. Ну да где он находится? По дороге. Тут ничего больше интересного нет, кроме трупов. Что-то какие-то у них погреба бедные. Ни одного сундука. Где-то мне надо кузнеца найти какого-нибудь, скорож. Чиниться придется. Да и распродаваться надо. Так, есть в память о погибших. Ну, двери, наверное, думаю, все закрыты, да? Не все. И есть одно место. Так, мне пьеды побольше. Это что такое? Сыр? Спасибо. Жратвы побольше. Выпивки поменьше. У меня ее много. Тупая метеоритная секира. Что-то новенькое. Метеоритное железо можно получить, да? Руду, вернее, или слитки. Ну, поехали, платва. Здесь нам делать нечем. Мы пришли немножко не вовремя. Шевелимся. Вот у тебя был, нет? А, ну, подожди, я проверю этот дом. Это раз. Да, прыгай ты. Что, разучилась, что ли? Подожди, там хлебец. Бутерброд какой-то. Тихо, я голодный. Да, я посмотрю, что это за бутерброд. Хо! Не бутерброд, это чашка. Или кубок. Вот, этот турнир уже. Шевелись, платва. А мы опаздываем. Нифига себе масштаб. Стадион целый построили. Отдохни. Торговцы есть? Ты торговец? Он-то торговец, но ничего не продает. Да и слева тактие же. Что это за ярмарка, где никто ничего не продает? Извините, на вас сейчас прыгну. Я предупредил же. А, вон кузнец, вижу. Подожди, не-не-не-не. Не-не-не-не. Сначала кузнецу. Ой, там кого-то предложение делает. Рыцарь, принцесса, Диснейлен. Здоров. Так, кузнец, даже два. Упс, мы знакомы. Вот так я понимаю, мастер. Люблю вести дела с такими, как ты. Ты в хорошей работе толк знаешь. Тебя помыть так вообще круто было бы. О, Гвинд есть, отлично. Чем торгуешь? Что у тебя там? Тусэнские штучки. Карту не продаешь? Нет. Ладно, усилители. Так, забирай то, что я тут насобирал. В подворотне перчатки. Которые чуть-чуть лучше моих. Вот, забирай. И неплохая одежонка. А неплохие деньги. Она стоит. Ну, кроме штанов, конечно. Так, потом я нашел... А, больше ничего не нашел. Вот это вот. Далее 480. Пусть пока повисит у меня. А, вот еще носки какие-то, сапоги. Можно было наряд целый собрать. Так, меня надо починить. Я чувствую, там сильно меня избила эта тетя. Без одежды. Так, что ты можешь для меня сделать? Возьмешься сделать мне одну вещь? Да, в принципе, все что угодно. Но все же проверим. Меня интересуют змеиные доспехи. А, ты оружие выковываешь. Стальной меч змеи можешь сделать? Школы змеи. Это второй уровень. Подожди, какой же у меня чертеж у меня? Серебряный, по-моему, чертеж, да, надо выковать? Или какой? Нет, серебряный я нашел. Отличный серебряный. Ну да. Улучшенный, отличный и серебряный. А мне нужен архи, этот какой-то там еще меч. Но это явно не тот кузнец, который это может выковать. Ладно. А, Гвин, смотри, сейчас мы с тобой еще сыграем. Не уходи. Не уходи, пожалуйста. Давай, давай быстрее. Прежде чем я еще... Пока не впутался, вернее, никуда. Как насчет партия Гвинт? Так, партия Гвинт. Вот колоду севера, говорят... Ой, колоду с Келлиги начали собирать. Ну да. Крах. Анкрайт у нас уже на картах. Класса неплохо, уже какие-то картишки появились. Гюнтера Димт сюда добавился. Ну, в принципе, он дублируется по колоду. Ладно, тут битвы будут серьезные. Даже в картах. Поэтому надо подготовиться. Так, хорошо, две казни, хорошо. Правда, играть нечем. Тут может быть пара, может быть и не быть. Ну, две казни, ладно. Усиление кого мы будем усилять? Усилять-то никого. Давай попробуем убрать вот этого. Отлично. Есть одна, две карты получим. Это пусть пока остается. Вдруг пара придет. Усилять-то кого-то аж надо. Все, поехали. Как тут поехать? Выбрал. Ход противника. Обожаю, когда противник ходит. Удиви меня чем-то. С коровой начал ходить. Пес эдакий. На он тебе. Сигизмунда мертвого. О, еще одна пришла. Так, Дима запустил. Сколько их у тебя? Ой, шикарно просто. Как вы отлично выстроились. Просто великолепно. Уберу сразу, чтобы глаза не мусолили мне. Противник сразу же спасовал. Да подожди ты, спасовал ты так. Кто ж так быстро пасует? Так, что мне еще надо? Мне еще... Да ничего мне не надо, по идее. Любую карту бросаю. Какую мне карту бросить? Можем ничью устроить. А какие фишки у скелли? Чем они берут? Ну что, восьмерку придется бросать. А больше некого. Этот же к ним перейдет. Можно ему дать сейчас эту карту, получить две. Какие-то доходы лишусь. А чучелами зачем? Ладно, давай я туда брошу. О, пара пришла. Ну чудесно просто. А как я вытащу теперь? Ладно, давай одного. Этого я охот, все равно он его не вытащит. Хоть себе обеспечу. Все спасать. Так бы пара была, конечно. Восьмерка осталась. Лишь раньше был. Еще пришел. Офигеть. Все глаза вытащил. Так, ну на тебе еще тогда, выселенница. Так, это потом в медведя превратится. По-моему, восьми... Восьмигранного, да? Восьмиударного. Есть. Так, что далее? Ждем пока превратится в медведя. Немножко усилимся. Он их не возьмет казнью. Ибо не дотянется. Что такое шторм? А, это у них так выглядят штормы. Ладно. А, пониже... Шторм это нифига себе. Это и дождь и туман. Нифига себе. Я же, что у меня ясное небо есть. Красавец. Ну давай вот это. Я могу мороз еще сделать для полного этого антуража. Так, может я и сделаю сейчас мороз. Я думаю просто. А, давай уберем это все. У нас есть ясное небо. Надеюсь, оно берет. Да, оно берет. Все в порядке. Шторм еще один. Ладно. Будем играть тогда по вашим правилам, господа. Как скажете. Тогда и мороз. Раз шторм. Вот это же более равные условия. 9-13. Так, еще один медведь пришел. Эх, четверочку бы сейчас бы снять. А у меня казнь одна. Двоечку бы снять бы. А он ничего не сделает. Он сам, сам себе сделал такую адскую. На. Ну а давай не цири. Давай положим. Десяточка, 13 уже будет больше. Пусть понервничает. На. У тебя две карты, все осталось. Тебе не пройти. Так, это может конечно, да. 14-13. Да ничего не может. Он сам себя загнал в угол. Болван. На. 10-13. Есть что-то у тебя еще, а? 6-6. 16-10. Плюс 3. 13-7. Ничего ты не смог сделать. Ничего. Не ожидал, что у меня мороз просто есть. А ясное небо одного маловато. Две карты шторма. Это круто. Это конечно круто. Все, победа. 100 крон. Тут деньги можно хорошие зарабатывать, кстати. Молодой берсерк. Еще одну карту взяли. Очень неплохие деньги можно зарабатывать. Рыцарский турнир, эти все герои. Бам-бам-бам-бам. Так, еще один оружейник. Здрасте. Доспехи полированные. С гравировкой, с рифлением. Что только пожелаете. Гвинт играет. Покажи, что у тебя есть. Посмотрим, что у тебя здесь. Ух ты. Наморник для лошади. Шоры. Я думаю, тут поинтереснее есть, да, чем у нас. Виноградное седло. Сумки. 110. Беру. Дайте две. 251. Ну что, берем, нет? Седельные сумки мне бы не помешали. Или они у нас выпадут? Нет, давайте, наверное, подождем. Я думаю, мы их где-то выиграем. Сейчас начнут выпадать со всех сторон, а мы купим первое попавшееся. Тут любое можно брать, оно ведь все лучше чуть-чуть. Ну, кроме шор. Ну да. 60, 50, 60. Так, плотва, обнова для тебя есть в этом дополнении. Ладно, тогда. Тогда окей. Блин, опять не туда. Подожди, я еще хотел посмотреть, что ты выкуешь для меня. Сможешь до успехи взять 38 уровня? Сгравим. Ладно, я это слышал. Ладно, давай сыграм гин, потом посмотрим. Я понимаю, что ты занят. Может, сыграем в Гвильд? На седло. Давайте сыграем на седло. Желаете, сударь. Нильгард. Колода. Вы делаете первый ход. Вы делаете первый ход. Хорошо. Нормуль. Не очень. Плюс. Тут слабых много пришло. Давайте я поменяю. Подожди, это усиление же будет. Нет, нельзя тебя менять. Давайте я поменяю. Мороз. Нет, мороз тоже не нужен. Казнь. Ну, пусть казнь будет. Ладно. Так, наш первый ход. Сразу даю тебе. Хорошую карту. Лучшая, по-моему, в колоде. Так, есть. Одного притащили. Так, его тоже притащили. Соперник хорош. Отобрал. Соперник очень хорош. М-м-м-м, да. Держи. Пока обмен любезностями. Соперник просто невероятен. Смотрите, сколько у нас карт с глазами. Да, он тоже, наверное, охреневает. Еще один пришел с глазом. О, а где мои чучела? Мне как раз бы они пригодились в данный момент. Не пришло ни одно чучело. Вот, блин. Офигеть. По 14 карт друг у друга. Так, 9-7-14-14. Коровка пошла. Угу. Ну, казнить нельзя. Сами себя зарежем. Так. Так я вам скажу, не очень-то дело. Ну, давай так. Сейчас он побахнет казнью. На это уже предвидел. А мне по-прежнему нельзя казнить. Так он вторую казнь сейчас применит и убьет моих друзей. А ну, если у меня остался этот, давай вытащим его и получим еще две карты. Ну, конечно, тебя. На его сторону, да? Где чучело? Мех, три штуки в колоде. Ни одно не выпало, блин. Неплохо усилился. Неплохо усилился. Да, неплохо. Я в следующей партии тебя еще вытащу. 46-15. Ну, усилие этого. А, я не усилю там лютик. Вот этих могу усилить. Ну, будет 8 на 2. Ну, 16 на 2. Еще 32 добавлю. А давайте. То, что мне тут, собственно, делать-то не еще. Давай так. Я думаю, мы не отстанем от тебя. Битва будет долгой. Нет, отстанем, чувствую. 60 на 15. Ладно, эту парочку оставляем. Все, отходим. Мы его не догоним. Давай спасаем. Много отличных карт сейчас уйдет. У него. Хотя, у него, может, и придет. А у меня коровка была. Теперь у меня появился бес. Или леший, леший. С рогами. Хорошо. Красавчик. Давай, пошел. Все равно не приходит. А, ну, чучело уже и не надо, собственно. Так, десяточка. Мне что, биться надо до последнего, как вы понимаете. Все, все здесь, все. Так, 2, 4, 10. Давай пока у меня тут силы не очень. Держи. Меньшим на десяточку. Потому что мне этот раунд по-любому надо брать. Всеми силами. Ну, давай нижний ряд прокачаем. Сегодня у него казнь есть. Она у него может быть. Сейчас у него тут начнется мега усиление. Ну, я уж тоже здесь тоже. Не зря стою, правильно? И у меня есть 2 усиления еще. Еще тройка сейчас выйдет. А, ну, давай прокачаем. 31. Вот это сейчас казнь у него будет очень обидно. О, сейчас вытащит что-то. Две карты вытащил. У меня нет до сих пор этой хрени. Пипец. Чучело так и не выпало. Ну, ладно. Надеюсь, у тебя не казнь пришла. Потому что у меня, собственно, ничего больше и нету. Девят. А, ты уже восьмерки не возьмешь. Это хорошо. Давай пока посмотрим, что у тебя за карты. Выкачаем вот этих ребят мелких. Правда, они мне все три вышли. У меня уже и карт нет. Я думал, по одной буду выкладывать. Противник спасовал. Что ж они, блин, все три вышли-то? Ё-моё. Не забрать-то ничего. Я бы по одной клал бы и все. Ладно, спасуем все. Окей. Теперь он решил отойти в сторону. Ну, мне от этого ни холода, ни жарко. И две карты эти не нужны, по сути. Применять их некуда. О, вытащил. Я знаю, кого он вытащил сейчас. С глазами. Ну, естественно. Еще единичку. Сволочь. Чучело так и не пришло. Да, может, что делать мне сейчас? Это вполне реально. У нас карты одинаковое количество. Начинает размножаться. Ну, у меня нет средних карт, поэтому я сразу могу походить вот этим. Могу походить вот этим. Ударил по усилению. Трис. У меня 45 еще есть на борту. Что у него? Опять вытаскивает. Да чтоб тебя за нахрен, блин. Еще две карты себе. У него количество с плюсиком столько, сколько и с глазом. Я не возьму его, нет. Он вытаскивает и вытаскивает с колоды карты просто. И у него их уже больше, чем у меня. И причем неплохие, я вижу, карты. Он повытаскивал. 42-45. Идем ноздря в ноздрю вообще. Трис последней, последняя надежда. Десятка. Ну что, если у него две карты по десятке, то мы, естественно, не возьмем их. Все, я сделал все, что мог. 70 на 43. Ход противника. У него все карты по десятке, да? У него все карты по десятке. Карл. Ааа, просрал. Просрал. Вот там какая-то карта, какой-то взаимозаменяется. Ему ничего было больше делать. Я не понял, почему она у него удалилась. О, оружейник. Ты меня испугал. Шторм со Скеллиги, кстати. Та самая карта, которая по двум этим бьет сразу. Ничего себе. Крут. Вот это карточные бои пошли. Настоящие. Можно я вас обворую? Песня, конечно, хороша, но потом. Прокурор Киевского трибунала в Боклере, согласно статье 161 УК, объявляет награду за поимку при лечении к саду лотоса сына Марка, прозванного полуэльфом. Либо за предъявление доказательства его смерти. Кому-то нужен. Ладно, что тут у вас происходит? Что происходит? С кем поговорить нам? С тобой? Обязательно. Ну, вот и конец истории, дети. Возвращайтесь к родителям. Благородный Пальмерин. А как же история про Ридигера и дракона? С ней придется обождать. Лучше присмотритесь к человеку, который стоит перед вами. Это Геральт из Риме. Мастер ведьмачьего цеха, который внес свою лепту в победу над великаном Голиафом. Мастер ведьмак, а правда, что добродетель всегда побеждает? Да, добродетель всегда побеждает. Но ведь черный рыцарь негодяй, а он побеждает. Иракр из Костельдачи. А моральная победа, это тоже важно. Ну да, как же. Довольно вопросом. Возвращайтесь к родителям. Ее сиятельство прибыло на турнирные поля и соизволит наблюдать за сражением на Риме. Если бы поспешим, ты успеешь с ней встретиться прежде, чем начнется зрелище. Веди. Ведите меня. Кто дерется? Не львгардские гладиаторы? Близко, но не совсем. Впрочем, сам ты видишь. О! Ну мы где-то такое уже видели, да? Кто собирается сражаться с Шарлейом, подревшим от колокольчиков, привязанных к хвосту? Что в этом такое? Это тварь подарок императору. Это опасно. Колокольчиков недостаточно. Я видел нечто подобное на арене Мой Рызь. Там рыцарь победил Шарлея с колокольчиками на хвосте. Может повезло, а может колокольчики и правда помогают. Только у Ведьмака есть шанс пережить поединок со здоровым Шарлеем. И то не указано. Да и неразумно выпускать такое опасное чудовище рядом с толпой. Кто будет сражаться с чудовищем? Бильон. Ты его уже видел. И правда. Он собирался добыть трофей даме сердца. Большая любовь требует больших жертв. Ему конец. Пойдем. Мы его в бою уже видели. Так себе. Прощай, Гилье. Выглядишь ты, конечно, неплохо. В своих золотых доспехах. Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне. Ты имел ввиду смерть? Началось. Придется подождать его. Да чего уж там. Беги. Мне тоже. Беги отсюда. Ё-моё. Там еще и трава у него какая-то растет. Серьезно. Он не проиграл, друг. Серьезно. Блять. Не то слово. Страйк. Хе-хе-хе. Поможем им. Геральт. Зачем тебе это нужно? Ты же не можешь его... Что, 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 что? Что, что? Что мне с ним делать? Ардом бить? А кто он вообще? Он понимает, где мы только когда нас слышим. Ах, горе рыцарю! Шарлей дави с огромной тушей! Мударом тяжкой лапой дал! Над ним с рычанием встал! Но вдруг ведьма в один прыжок над монстром очутился! Заткните этого поэта, а? Скажите, взад не видит, да? Понял. Зато он не дерется. Что это такое? Мне его живот надо бить. Что, огнем, наверное, надо попробовать. Да. Нехорошо. У него живот волосатый, он горит. А шмалим собачку? Хе-хе-хе-хе. Ой, не-не-не-не-не. Давай, наверное, это... Игни, пожалуйста. Он слепой, что ли? Квен. Игни. Бомбы какие-нибудь? Страйк. Он, зараза, ушел. Хорош. Сожжем его, догоришь ты. Ты с в огне, блин, зараза. Хорош. Давай. Нормально, снесли половину. Ой. Я стоп-каду поймал. Отлично. Отлично, хоть так. Хоть так, держись. Держись, ведьмак. Держись. Столько новых монстров за одну серию. Нормально, 20% уже сняли. Отлично, говори. Он выждал нераверия и кровил кровь. Чтоб тебя. Отлично, что во костра угасают зарей без медежи. Как гаснет жизнь ведьмакатами. Вместе с ней не берем. Не, дважды это не пройдет, ведь. Чтоб. А что там мой напарник, интересно, делает? О, он закопался. Чтоб. Ой. Мужик, беги оттуда. Все в камне в лицо полетели. Я иду. Как-то живот его подрезаю. И не знает и правил. Так, минутку. Минутку дойдет, пока тут все читают. Это, наверное, каменные туры. Магическая тварь, скорее всего, да? Это, зараза, как я там зовут? Сейчас самое время посмотреть бестиарий. Бестиарий. Бестиарий, бести. Бампиры, нет. Гибриды, наверное, вот эти духи стихии, да? Как его там на шаж, что-то, да? Да, он элементарий, походу, как каменный. Хотя, может, и нет. Ныне кситоиды, гогры. Да вряд ли огры. Реликты. Да нет, реликты, это вообще. А, нет, реликт. Ничего себе. Реликт. Масло против реликтов. Давайте попробуем. Так, масло против реликтов. О. Орлея ведьмак заманил, а потом его ранил. За княгиню. Вот собак. Слушай, он каменный, каменный, но весьма проворный. Смотрите, какие удары знает. Давай, я его пока взад буду бить. Немного не то. Бежим. Бежим. А, это мой напарник. Что-то мой напарник читает. Думаю, кто сверху. Бежим. Беги. Беги оттуда. Сейчас уж помрешь, балбес. У меня он, кстати, должен не умереть, наверное, да? Да, барону конец, походу. Знаешь, не на что он стоит, дурак. Давай. Мне уже спасать надо, походу. Песец. Кто меня спасет? Давай, руби. Есть. Последний момент уже. Фу, я думал, барону конец. Мне-то ничего бы не было. А вот барону конец. Геральт из Ривии, мастер ведьмачьего цеха, победил Шарлея. Взгляните, как из бестии уходит жизнь. Мастер Геральт, исполни свой долг. Доверши дело. Добить Шарлея, пощадить Шарлея. Нет. Я не собираюсь добивать чудовища. Оно в запертип был. Выбор победителя, оказать милосердие. Да здравствует Геральт. Я не участвовал в вашем сражении, между прочим. Так, займитесь бестией. Хотите, добивайте мне все равно, но мне надо тут мной командовать. Может этого добить. То он опять куда-то влипнет. Гильем. Еще немного, и парень был бы мертв. Со мной. Все. В порядке. Вивианна. Улыбнись, как пристало герою и молчи. Ты громожен. Она как раз идет сюда. Спустите на них Шарлия какого-нибудь. Ну хоть не рак. В Тусенте рыцари из древней искали славы в сражениях с чудовищами. Гильон получил несколько синяков и шрамов, а взамен обрел вечную славу у Смирителя Чудищ. Пока валялся там пыли? Угу. А как же публика? Если бы Шарлий прорвался на трибуны, он устроил бы тут бойню. Герник, несмотря на то, что мы ценим твое неожиданное вмешательство на арене, мы напоминаем. Что ты был нанят, и как вскоре выяснится за крайне щедрое вознаграждение, совсем для иного задания. Ваша милость, я хотел бы поговорить о моем заказе. Разумеется, только не здесь. Нам понадобится Дамьена, который вел следствие до твоего появления. Только где он может быть? Пойдем, поищем его. Шарлия не убили, его арестовали просто. Пятнадцать суток исправительных работ. О, неужели мы с ним встретимся? Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем. Об отмене вынесенного ему смертного приговора. Если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил в башне. Чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. Еще одна обманутая женщина, да? Ах, Лютик-Лютик. А, вот человек, который лично повел боеву на эшафот. Капитан моей гвардии Дамьен де ла Тур. Дамьен. Ваша милость. Ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы... Я уже обо всем знаю. Это существо в подвале Курва Бьянка. Это была бестия? Это была Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки и в Курва Бьянка. Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, господин Деллатур? Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда. Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает большие хлопоты. А у нас здесь хлопот достаточно. Мы бы управились с бестией сами. Дамьен, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Определенно. Но если уж ты затронул эту тему, поговорим о его вознаграждении. Правду ли говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, но чего не ждешь. Того, что встретишь дома, но чего не ждешь. Это не вся правда, ваша милость. К праву неожиданности прибегают крайне редко. Обычно мы принимаем плату золотом. Как жаль. Такая чудесная легенда. С другой стороны, вернувшись во дворец, мы бы обнаружили там или нетерпеливых просителей, или образцы тканей для нового платья. И то, и другое. Негодная награда. Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельни Корво Бьянко. И денежной суммой без сомнения достаточной. Это там, где трупы валяются? Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты. Во время охоты тебе все равно понадобится жилище. Деньги получишь, когда выследишь бестию. Ух ты, у меня винодельня будет. Прекрасный жест, ваша милость. Ха-ха. Такое место, в Корво Бьянко устроили мертвецкую. Ну да, там морг сейчас. Правда? Опять балаган в конце. Ни на миг нельзя упускать их из виду. Впрочем, нам кажется, что для Ведьмака это небольшая неприятность. Более того, ничто не улучшает репутацию вина надежнее, чем мрачная легенда. Благодарю вас, ваша милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, мне нужны сведения. Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Криспи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но, постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием. Криспи не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным и, говорят, обманывал. Он просил освободить его от придворных церемоний, но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обед, тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет. Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислоненного к городскому позорному столбу. На шее у него висел его собственный меч. Он умер от ран, нанесенных с большой силой, когтями, не оружием. Умер он внезапно, а тело было на четвереньках. То есть кто-то его усадил. Да, похоже на то. Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не заглянет. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных мест. В результате весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов? За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча грелка для постели. Рамон Дюлак, рыцарь, который лет пятнадцать назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это все-таки месть? Не исключено. У Дюлака были темные делишки с преступным миром, но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. Значит, две первые жертвы — рыцари, лучшие годы которых были позади. Тоже можно сказать о третьем убитом. Господин Делакруа говаривал, что новые времена бросают рыцарям новые вызовы, а предприимчивость — шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном. Пальмерин даже называл его крохобором. Я нашел при нем мешочек с монетами. Там были только флораны разных лет из разных провинций империи. Делакруа любил деньги, но для нумизматики у него не хватило бы терпения. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах. Будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести. В конце концов, они были рыцарями Туссента. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцарь Туссента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарем владычица озера. А как было на самом деле, не знает уже никто. Мы в Туссенте верим, что человек низкий по рождению должен быть простодушен и послушен. От рыцарей же требуется больше. Они и солдаты, и придворные, и господа, и слуги. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, рыцарь притягает чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствию. Может, бестия действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести позорный столб, вместо мудрости шутовство, вместо щедрости кошель и золота в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Что-то в этом есть, если эта версия у всех горожан на устах. Значит, очередное убийство снова будет показательным и выявит противоположность четвертой добродетели. Я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мельтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю, почему. Бедный заяц. Погодите. Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость, трусливый как заяц. Возможно ли? Следующая жертва Мельтон, Бепеерак, Пейран? А ведь Мельтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьен, как мы могли это упустить? Много лет Депеерак, Пейран, Креспи, Делакруа и Дюлак все четверо были в одной рыцарской дружине. В одной дружине? Они были доверенными лицами нашего августейшего отца. И мы много раз видели, как он поручает им деликатные задания. Потом их дороги разошлись. Вряд ли это случайность. Это главная подсказка к загадке бестии. Ваша милость, нужно сейчас же найти Мельтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то одевшись зайцем и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Никто не знает, что за место он выбрал себе в укрытие. Я велю сейчас же прервать игру. Прежде всего, будем сохранять спокойствие. Дамьен, прикажи обыскать сады. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забаву. Паника может вынудить бестию напасть до срока. А ты, ведьмак, за мной. Это мои сады и мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! Ух! Никаких убийств в Диснейленде. И подайте нам коней. Упс! Да правильно! Зачем нам эти ёбки? Давай ты, Геральт, сорви что-нибудь из нижнего белья. Ладно, а то на плотве будет неудобно ехать. Вот так. Вот я, ваша милость, я... Только не по мне. Не по мне только. Я её потоптала, оторвала. Ничего себе, Геральт, следом. Ну, сорванцы. Это шёлк, осторожней! Отдай мне! Это комедия, да? Ха-ха. Хотел юпочку себе оторвать. Не вышло. Я думаю, мы в скачках поучаствуем. А мы уже приехали. Зайца искать, да? Так кино смотришь. что-то почти не участвую. Ваша милость прекрасно держится в седле. Да пытаюсь. Она просто юбку сбросила. С дороги! С дороги, я сказала! С дороги! Геральт следом следует. Ничего себе, что у него за лошадь? Плотва, учись! Это здесь! Уже за углом! Поспеши! Следует за княгиней. Мы должны спуститься туда, где идёт забава. Во дворцовые. Участие учат рог единорога, золотую рыбку и яйцо феникс. Не запоминать это? И с их помощью они узнают, где прячется заяц. То есть мельтон. Окей. Значит, нам тоже надо их найти. Нет другого выхода. Но время не ждёт. Так что придётся нарушить правила. Ну, придётся, значит, нарушим. Только уже в следующей серии. Всё, друзья. Затянуло нас уже в сюжет, уже не вырваться. И понеслось, поехало. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвиль Эл Плей до новых серий Ведьмаке Третьем Дополнение Кровь и Вино. Пока.